Возраст спорту не помеха. Это с успехом доказывают ивановские любители хоккея. В минувшую субботу на льду спорткомплекса «Олимпия» встретились команды «Олимп», «Иваново» и «Савина». Профессионального хоккея в Иванове нет, но это не стало преградой для истинных фанатов этого вида спорта. Вместо того, чтобы смотреть хоккей по ящику, любители объединились, вышли из дома и начали тренировки. Сейчас в Ивановской области шесть любительских команд. Здесь все как в классическом хоккее. Разве что немного мягче правила. Основная задумка – убрать грязь, то есть играть в чистый, в академический комбинационный хоккей без грубых удалений, нарушений. Только хоккей – ничего лишнего. Без силовой борьбы и долгих удалений. Периодически команды встречаются на льду, чтобы выяснить, кто сильнее. Но этого уже недостаточно. Хоккеисты мечтают о большом турнире и сейчас в процессе создания своей альтернативной хоккейной лиги. Для тех, кто в детстве гонял шайбу в хоккейной коробке, но всерьез этим спортом не занимался. И даже для тех, кто лишь во взрослом возрасте впервые взял в руки клюшку. Для тех, кто поздно начал, кому за 30, кто никогда не занимался этим в детстве, все представители хоккейных коробок, дворового хоккея, которых очень много. Капитан команды Савина – самый яркий пример того, что хоккею все возрасты покорны. Евгений пришел в спорт вместе с двумя сыновьями-подростками. У меня два пацана, и чем-то их надо было занять. И вот как-то организовались в команду и начали потихоньку играть. Старший уже с нами в команде, ему 15 лет. А младший просто с нами тренируется пока. Есть мнение, что хоккеем, как ветрянкой, лучше переболеть в детстве. Взрослым, состоявшимся в профессиональном и семейном плане людям, намного сложнее найти время для игр и тренировок. Но те, кто действительно любит этот спорт, готовы играть хоть ночью. Кстати, так в основном и происходит. Потому в России любительская хоккейная лига называется ночной. Если есть желание, то вообще не сложно. Главное дело – желание работать, работать и получать удовольствие. Создать свою команду может каждый. Это доказано любителями из многих регионов страны. Чтобы организовать свой турнир, нужно от шести команд. Тех, кто всегда мечтал почувствовать энергию и адреналину льда, организаторы готовы принять свои ряды. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.